здравствуйте мои дорогие ребята мы продолжаем бороться в формате каждый день ответ на ваш замечательный вопрос поэтому обязательно обязательно присылайте ваши вопросы пишите их в комментарии под этим видео ребята сегодня у нас такой эфир в котором я провожу его из закрытого помещения это мой любимый паркинг поэтому не судите строго мы же с вами за продуктивность на улице льет просто как из ведра поэтому никаких оправданий съемка видео не должна прекращаться не на один день и ответы на вопросы должны поступать не дадим погодным условиям испортить нам продуктивность поехали сегодня у нас вопрос от юлечки ким она говорит алексей спасибо большое за ваш труд я на пг несколько месяцев юлечка вам спасибо чувствую себя превосходно безумно за вас рад как вы относитесь к баням и сауном повышение температуры не слишком экстремальное для тела вот это наш сегодня вопрос поехали друзья мои и как всегда я призываю вас присоединяйтесь к рядам бравых пг марафонцев что такое пг марафон под моим видением перейдите по ссылке здесь и посмотрите видео очень информативно как записаться в мой пг марафон вы найдете раскликнуто описание этого видео а я пошел отвечать на этот замечательный вопрос вперед юлечка вопрос с баней всегда стоит очень остро ребята часто задают его и спрашивают алексей это вредно или это не вредно голова кружится что делать может быть если кружится голова после бани это плохо друзья мои баня это потрясающий инструмент для стимуляции тонуса вашей всей кровеносной системы капилляры вены артерий все это стимулируется именно к тонусу баней что такое баня баня это состояние при котором вы внешним воздействием поднимаете температуру вашего тела ваша вся кровеносная система раскрывается ваша вся кровеносная система понижает давление потому что ваши сосуды и артерии расширяются а затем это самая важная часть это контраст контраст является основой основ вашей бани снег душ что угодно лучше всего конечно это прорубь когда прям разгоряченные и пах по эту прорубь самая важная составляющая это именно контраст потому что расширенные сосуды а затем они резко сужаются это приводит к повышению безусловно давление поэтому очень важно и нельзя сразу супер сильно распариваться а потом супер охлаждаться при помощи окунанием в прорубь если вы только начинающий банщик то тогда вы пожалуйста разогреваетесь не сильно прям до красная или чтобы вам было совсем дурно и охлаждаетесь в скажем так в очень свежем душе и затем вы постепенно увеличиваете эту контрастность для того чтобы вы получили максимальную пользу от ваших перепадов температур здоровья кровеносной системы профилактика кардиоваскулярных заболеваний профилактика вегетососудистой дистонии вообще ваша выносливость будет просто расти на глазах я всегда говорю ребята в первую очередь во время начала тренировок в зале самый быстрый тонус приобретают именно кровеносные артерии сосуды капилляры ваш мозг начинает адаптироваться к нагрузке просто фактически моментально затем следует мышцы а затем следуют ваши суставы и ваша опорно-двигательная ткань и путем тренировок своего организма в бане перепадом температуры это может быть классическая баня это может быть финская баня это может быть японская баня с разными по своей температуре водами все они дают нам один и тот же эффект постепенное нагревание и резкое охлаждение это самая важная составляющая бани которая еще раз подчеркиваю должна во-первых быть как тренировка вы не приходите в зал и не плюхаетесь прямо под штангу 200 килограмм весом вы постепенно набираете ваши обороты в тренировках в зале с отягощением и точно так же ваша баня сауна японская сауна не важно что вы делаете важно чтобы это вы делали постепенно друзья мои прекрасный вопрос я обеими руками за баню пожалуйста не пугайтесь если у вас будет хружится голова естественно она будет хружиться если вы только начинающий банщик вы распариваясь понижаете давление в вашем организме естественно понижая давление понижается количество кислорода которая будет приходить к мозгу поэтому очень осторожно не волнуйтесь это нормальный эффект когда мозг получает хоть малейшее кислородное голодание естественно это может выражаться в головокружениях не бойтесь этого это нормальный эффект и точно так же с перепадами ребята подчеркиваю для профилактики любых кардиоскулярных заболеваний баня прекрасный инструмент но важно этот перепад делать постепенно если у вас возраст за 40 вы ни в коем случае последние 15 лет не ходя в баню не распариваетесь до невероятного красна и не плюхаетесь прорубь потому что это может повлексти очень плачевные последствия потому что перепады резкие давления могут привести к инсультам при разрыве ваших кровеносных сосудов в коре головного мозга а это друзья мои горе поэтому ни в коем случае нельзя делать сразу нужно постепенно любое лекарство вред при несоблюдении нормы это помните как греческая поговорка что любое лекарство это яд и любой яд это лекарство будьте здоровы спасибо огромное за замечательный вопрос друзья мои продолжайте писать ваши вопросы обязательно обязательно подписывайтесь на канал и будут безумно рад вас видеть на лайв трансляциях и чтобы их не пропустить пожалуйста нажимайте здесь звоночек спасибо вам огромное друзья а мы двигаемся только перед